Продолжение следует... 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 Мне просто хочется посмотреть на это. То, что мы на Комитете по экологии рекомендовали все-таки привести границу, там никогда вопрос не стоял о том, чтобы выделять земли под индивидуальное строительство. Никогда. Если это сделано задним числом и непонятно кем, тогда будем разбираться, чего. Значит, в соответствии с решением принятых границ у нас есть 10-процентная отметка затопляемости 76 и 1-процентная 78. Соответственно, и еще решение по строительству экологического жилья принимается в зонах, которые не подвергаются условиям. Кнопочки нажимаем. Денис Викторович. Хочу задать вопрос Юрию Владимировичу. Что на Комитете было утверждено и про какие семейные участки, если утверждались, пошла речь? Поясните, пожалуйста. Профильный Комитет, давайте послушаем. Можно, да? Депутата Шкулса, обращайте. Ну, для начала сразу хочу сказать, что предыдущий Комитет, который, крайний Комитет, который был у нас по архитектуре земли, я не вел, я болел, значит, его проводил силой, значит, а до этого могу вам сразу, ну, то есть, с предыдущей ради сказать, что, да, у нас было задание дано еще на позапрошлом Комитете на формирование дендрария и вот этого питомника. Соответственно, мы рассматривали картинку и там были моменты, были моменты, где надо было подвести, ну, то есть, сравнять, то есть, как получилось, там где-то вылез какой-то, то есть, был неровный участок, его надо было просто в одном, где-то там в каком-то месте его надо было подровнять, и они должны были его просто выровнять. Не знаю, дальше, но там, видимо, до нас еще, там кто-то построился вдоль дороги, да, у нас там, вы помните, еще был репортаж, выезжали, там были какие-то уже строения там, то-сё, и вот в связи с этим, то есть, и было нами на Комитете предложено сформировать, предложить нам земельный участок, проект, то есть, сформировать это земельный участок. Я его на Комитет, вот Крайний Комитет, я не вел, я не видел результативную часть нашего задания, поэтому я, ну, четко подкомментировать в этом плане не могу. Вот, но суть в том, что, когда этот участок, ну, то есть, именно дендрарий формировался, я смотрел сами границы, они были настолько там изломаны, там появлялись какие-то, то есть, неровные, в общем, надо было там его спрямить, сделать его более комфортным таким, но я ни в коем случае не могу сказать, что там 1,6 гектара, сколько там, там такой объем нигде не фигурировал. Юрий Владимирович, я могу подтвердить, что в прошлом году на совещании, которое было в среднем зале, от архитектуры присутствовала Север Иванова, мы задали вопрос, почему вырезали 1,6 гай, на что нам ответили, что там в даче, там, ну, или еще где-то, в горбанке, прирезать там какие-то 1,6 гай. После этого мы сказали, что вернуть все на место, никаких 1,6 гай не отрезать, это включить этот участок в границу с питомниками. А почему я микрофон кушаю? Калиния, на вопросы. Так, Константин Юрьевич, включите микрофон, пожалуйста. Закончили. Юрий Владимирович, ну, давайте по очереди. То есть, достаточно вы его как бы? Да, да, да. У вас депутат в Хобер, включите, пожалуйста. Это включение работает, на связи с этим. Да как? Все. По электрическому регламенту. Юрий Владимирович, вы установите все. Константин Юрьевич. Значит, уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Вячеславович, насколько я знаю, советник главы администрации, наш общественник Сергей Волков направил в ваш адрес письмо с описанием ситуации. И он попросил это письмо распространиться от депутата. Ну, так сказать, нам урок отделка не раздал, Сергей Вячеславович, письмо скинул. Я сколь, что мне надо подоверять вопросу к экологии. То, что пишет он, что действительно ситуация такая, что здесь производится комплекс работ, потому что там построить жилые дома. В частности, вот то, что он пишет, 30-60 гектаров отрезанного, там два участка, 1-2-8-0-8, значит, и собираются уже, так сказать, проводить межелание, чтобы там построить семейные участки. Более того, что называется, по-моему, их антретные фамилии, в том числе сотрудник в администрации. Вот, и поэтому я неспроста, депутаты поднимают вопрос в общественности, в интернете активно обсуждаются. Те, что, может, без огня не бывает, и наступки надо, валить его, обмал. Вот, мы, что хочу сказать, мы и так уже людей тоже драконимся, вся власть. И вся эта ситуация, вот, у кого там смешно, и про шпалы, и про дороги, про снег, про пешеходные переходы, про низкие зарплаты, про рост цен, и про рост талифов ЖКХ, и вот эта ситуация. Ну, что мы люди-то драконимся, а потом спрашиваем, почему народ выходит на улице. Ну, потому, что в элементарных вопросах, которые у вас надо отвечать, ничего нас не надо придумывать. То есть, создавать комфортные условия проживания граждан, и следить за тем, чтобы, так сказать, наши природы там не откапывали. Я понимаю, что, что ли, там, вагонет, и можно было понять, там, участие боевых действий. Пойдем в продолжение нашей фракции. В протоколе получения администрации города, чтобы все там работы прекратились, не надо там ситуацию будоражить. Ну, да, садовый участок, наверное, разрешено. Иванович, я прав? Да. Так вот, по сегодняшнему законодательству, садовый участок, туда можно подводить газ, электроэнергию. И, поэтому, это назвать садовым участком, садовым домиком. А регламента нет, как он будет, как он будет вынести. Поэтому мы, давайте, не будем заниматься словоблогием, просто должны понимать, что происходит, и, наверное, какие-то рекомендации, знаете, сейчас. Исходя из того, что, если там запрещено ИЖС, ну, каким-то образом давайте запретим и садовый участок тоже. Уважаемый коллеги, мы сейчас будем очень долго обсуждать эту тему. Я предлагаю сразу, значит, направить этот вопрос в профильный комитет, и там четко разобраться с этим вопросом. Сейчас мы будем просто переливать из кустового вопроса. За что голосуем? Давайте просто сформулируем, за что голосуем. Я предлагаю отправить на профильный комитет, и там более детально разобраться в этом вопросе. Коллеги, ставим вопрос на голосование, отправиться на комитет. Я готов совместный комитет, да, совместный комитет, да. А лучше совместный провести. Лидич, я формулирую, пожалуйста. Давайте так, чтобы с администрацией направить все документы, и мы проведем совместный комитет. Для того, чтобы собрать совместный комитет, вот по данному вопросу голосуем, кто за. И поручить администрации города представить все эти работы, если они имеются на конкурс. Помежевание участка, так сказать, продвижение, паркление. У вас на помежевание идет? Ну, я вам сказал, что как русский родился педагогик сегодня. Мы предречь идем об этом. Одно о другом мешает. Давайте хотя бы помежевание, пожалуйста, на комитет. В чем же вы зимой? Мы не понимаем, что ничего, что в свободе занимается. На рассмотрении на совместном шамитете. Голосуем, кто за. Педагогик, мы готовы к педагогам, я приеду, что будут все зероятные мужики. Мы готовы к педагогам. Все уже, да, происходит? Пойдемте. Решение принято. Решение принято. Продолжение следует...